Друзья, всем привет! Приехали на презентацию, точнее даже не презентацию, тест-драйв нового Land Cruiser Prado. Вот там уже вся туса начинается. Сейчас посмотрим, что за машина, как она будет ездить. Подготовили площадку специальную для теста. Вон там внизу ее видно. Все знакомые лица. Регистрация начнется скоро, вот эти номеры есть. Вот еще раз крикните громче всех, кто реально хочет проехать. Вот давайте так, я немножко разогрею, разогрею пока. Вот первый номерок, вот вы первое крикнули, возьмите, вы поедете на санкет. Потом возьмете номерки, все пройдете. Кстати, это своего рода такая, знаете, беспроигрышная лотерея, потому что Toyota дарит вам новый Prado на 20 минут. Вы будете полноправным ее владельцем. А сейчас все проходят на сатюрку, потому что там главный инструктор Владимир Парадин в красной корке и Алькен. Они будут рассказывать про Prado и про трассу. Проходите, пожалуйста, просто у нас будет регистрация. Зайдем в номер, там инструктаж вроде. Ты тоже здесь, да? С чистой совестью, Роман. Рома, давай с тобой поеду туда. Так, господа, у нас 20 номер. Сейчас дадим кружок, который ознакомительный. Собственно, сам салон. Собственно, сам Роман. Так, инструктор у нас Петр. Прошу любить и жаловать. Если у вас есть у кого-то джип, вы должны понимать, есть рулетка. В первом номере, взяли трулетка. Если есть желание, можете заверить ход подвески, насколько заваливается колесо. У автомобиля есть система КИДСС, которая при повороте удерживает автомобиль от крена. И когда вы выезжаете на бездорожье, она отпускает стабилизатор. Автомобиль максимально распускает подвешку. Сейчас мы едем в обычном режиме, без всяких пониженных. Не подключаем межиссер, нефигензал. Вот как есть только КИДСС. Так, поехали дальше. Все время еще будет показать. Есть такая функция прозрачника под... КИДСС, активный прозрачник контрольный, он в автоматическом режиме. То есть подключается, если у вас колеса подбуксуют, он, соответственно, поможет выехать. Сейчас базовое, что у нас проекция сверху есть и передняя камера. Она включена даже на режиме. Воу! На двух колесах диагональны. Это распущенные стабилизаторы у нас. Да, но они в автомате. Разумеется, ничего включать не надо, он в автомате. С геогоналочка. Когда надо, мы сама чуть-чуть артикуляцию увеличиваем. Да, артикуляция. Выехали на асфальт, она наоборот поджимает. Они вводят те же самые гидроапоры, да, получается? Нет, сейчас вам вручение ничего не надо. Там гидро, следствия электрической системы. Поджимает. Актуатор. Перед, зад. Да. И также мы выехали на бездорожье, подняли заднюю, дневную подвеску в самый верх. Вот здесь вот. Да. Мы везли на трех колесах. И также она регулируется здесь, ну, то есть, спорт, спорт S, спорт S+, обычный и экономичный комфорт. Это в смеси коробка и подвеска настраиваются одновременно. И также можно по автомату, то есть, просто подняли. Ну, мы сейчас, это больше на трассе надо проверять. На бездорожье мы просто поднимаем вверх и едем. Подъехав к камням, то есть, соответственно, было бы удобнее ехать. То есть, если водитель опытный, то есть, он может держать машину, переезжая через камни. Если водитель не опытный, то есть, надо две ноги ехать. Левой ногой притормаж, правой газа. Например, мы в камень уперлись, добавили газ, машина качнулась, ударилась защитами. То, чтобы удобнее было приезжать, мы включаем кроу. Пониженная передача. Кроу работает только на пониженной. Д. Запускаем кроу на первой скорости. Все, я отпускаю. Тормоз, газ, машина сама. Отпускное движение. То есть, ориентируемся по камере. Я забыл, а где регулировка скорости? Вот она, шайба. А, вот. Пять скоростей. Пять скоростей, индикаторной панели. То есть, именно скорость. На какой мы едем. Да, потому что раньше это где-то там было. Нет, вот есть предыдущий Prado у нас. Тоже с шайбой здесь. На какой? 2.7 или 4? 4. 4? 2.7 вон первый. Туртенше. Так же он работает с ADRC в автомате. То есть, где-то у нас колесо подфуксовало. Мне кажется, что там подшкрабает. Он одно подтормаживает, добавляет. Ты сейчас на самую высокую скорость пробуешь? Нет, сейчас первая самая. Это первая? Да. Чем левее? Чем правее. Вот она, белая. Пятая. Ну, скорость мы здесь смотрим. Можно так разобраться, чтобы. Ну, там поедем. Это у нас демонстрационный круг. Здесь как бы больше вот такое показать все, как это работает. А там уже сами все прочувствуете. Ну, соответственно, кролл может ехать к скорости маленького. Он может ехать на моменте. Момент там дает только на пониженной. Нужно с большой амортизацией. Да, да, да. Он на низком моменте также, вот он с этой системой. То есть, где-то если подфуксовало, он в автомате перейдет. Ну, то есть, такой круиз-контроль для бездорожья. Но он работает со всеми системами, то есть, которые есть, он их использует. Так, а где вот эта функция? Прозрачный капот? Да. Это потом мы поедем. На этой, да? Нет, на ней есть просто... Нужно остановиться и переключить. Тогда он покажет нам чуть назад. Он в режиме записи включает. Ну, там у нас здесь место обозначено, чтобы было видно нагляднее. У нас же получается... Вот эта горочка. Вот это пересовывается, перекладывается, это изображение. Да, он в видеозаписе. Как он называется? Прозрачный капот, да? Да, прозрачный капот. Камера та же самая, просто она записала видео и потом нам его воспроизводит. Здесь я третью скорость... Третья кроу. Да. Третья передача на подъеме. Там цепучий грунт. Ты что, рядом? А, там такая высохшая... Сейчас также кроу. Высохший грунт. Ух! Сейчас также кроу на первой передаче. Сейчас опять же диагональное увешание. Я не нажимаю газ, не давлю тормоз, он сам все регулирует. На пороге здесь стоят на машине? Да. Буховольный. Сейчас она бухнется хорошо. Сейчас мы повесим. Нет, там уже... О, мы повесили. Вот два, где вывешиваются, и он сам потормажет, переводит момент на те колеса, которые находятся в большем сцеплении с дорогой. Детунка в руках может скидать, тормозок, скидалегация, 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 скидалегация... Это все вся трасса, да, Петя? Нет, это демонстрационный круг. Это только мы сейчас показали. Трассы намного больше, где-то порядка 25 минут. И там такие же, да? Там даже покруче. Там воду будем пережать, спуски, подъемы. Круто. Речку будем проезжать. Да ладно, опыт какой-то. Главное, Юли, я не убью. Здесь отличительная особенность, в этом именно, Прадо в обновленном. Потому что мы включили кроу, мы можем также запустить мультитеррейн. То есть у нас мультитеррейн, вот он, кроу, мультитеррейн включения, индикаторы горят. Сейчас у нас машина едет на кроуле, мультитеррейн, селект, он в спящем режиме. Если мы нажмем на газ, добавили газ, кроу отключится, мультитеррейн, селект, перейдет в авторежим. А там надо было подключать. А там надо было переключать, то есть либо то, либо другое. То есть мы нажали газ, у нас там просто в обычный режим машина уходила. То есть кроу отключила. Не уходила в МТС. Да, в МТС не уходила. А тут мы добавили газ, у нас в МТС автомат. Она просто засыпает, но держит команду свою. Да, не задает, она сама здесь подстраивается. Здесь мы не то, что шайба, шайба одна. Это на самом деле важно. Здесь надо останавливаться и машина в сложных условиях не теряет. Да, все равно мультитеррейн. Также мы начнем, то есть мы будем трассу проходить сначала на мультитеррейн. Я думаю, мы можем признать, бросить тарелочку, кто попадет с камнявой в тарелочку. А потом можно попробовать на 2.7, чтобы оценить разницу. А если ты уходишь с пониженной, в МТС остается тоже? Нет. Да он снизу вверх пойдет, вот смотрите. МТС только работает на пониженной. Давайте кто еще не подошел. МТС или кроу? Да посмотрим, если не делес. МТС кроу только на пониженной. Только пониженной, да. А сейчас мы посмотрим на приборы, спросят. Когда он завидит, ваши ребята сидят. Вот это крен. Это не крен. Это не крен. Это вестибулярному аппарату кажется, что крен. Угол наклон до 30 градусов. Укро номер до 29, практически 30 градусов. Главное не упасть. А сколько держит? До 42. Представляете, сейчас еще нет 30, а еще 13 градусов в запасе. А вам уже страшно. А сейчас сколько крен показывает уже? 29. 29. Ну это при условии того, что если у нас будет, например, несыпучий гронд, ну да, мы до 42, соответственно, насыпучим, это же может все подмяться. И больше угол идет, машина перевернется. То есть это такие? Ну мы сделали вот. Вот здесь все направо. Мы сделали 30, чтобы именно в плане безопасности перевернуть машину. Ну и чувствуется, что прям... И там у нас также дальше будет еще наклон вперед, свыше 30 градусов. Опять же все покажем. Уклономер он включается на... Там я смотрел, что 45. 45, нет, 45 не будет. Там свыше 30, а именно вниз наклон. 41 там на подъем уже? Да, если ты идешь, на теоретичь. Все, мы сейчас до сих пор выполняем все на пониженной. Да, думаете, мы там и будем ездить везде на пониженной. То есть там будет небольшой участок, где мы включим обычно. Петь, мы ничего не переключаем, мы едем в одном режиме. Последний раз я на такую горочку, на Шерпи заезжал. Да, Оле, там мы сигарету курили. Задний заблокируем. Задний заблокируем. Блокируем все, что может. Пониженная, заблокирован и кролл. То есть я не буду давить на газ. Так, блокировки у тебя вон они, да? Блокировки, да, включил. Кроу запускаю. Третья передача Кроу. Из разгона? Вот так. Вот, отпускаю тормоз. Ты не понимаешь, этот смайлик, который есть. А, поболзла. Ты едешь на третью передачу? Я ничего газа не нажимаю. Машина сама карабкает. Он нож, ноги вот так сейчас вытащит. Это машина для жизни, мне кажется. Сама поднимаюсь, то есть если 2,7 минут, то что-то там в разгон чуть-чуть подет. Но если сюда в ней поломается, это все, наверное, как быстро. Живы. Сам где-то не поправишь, наверное. Стопудово уже в гараже вряд ли. Это вот демонстрационный круг, а дальше все вы попробуете в большей дистанции. Наконы, Кроу, мутитеррен, Селек. Ну там у нас трасса, в принципе, мы заднюю не подключали блокировку. Задняя дифта не трогал? Там, когда ездим, в принципе, он везде так и выезжает. У нас было вчера, там подтаяло, где-то грязь появилась. И мы включали, подключали заднюю блокировку. Сейчас, ну, грубо говоря, вот при тех условиях, грунт сухой, мы на заблокированном центре едем. Ребят, на пустышке веселее. Так, и теперь все подходим к шатру. И вот особенность на новом Прадо, то есть зеркала стали вниз опускаться. Здесь были самые страшные такие приключения. Вот мы включаем заднюю передачу. Чтобы вас не напугать. Не, вот по зеркалам. Это тоже на предыдущем Прадо этого не было. Они не опускались, при включении. Переопускались, да, не читал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...